МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой вид транспорта в мире считается самым народным? Ну, конечно же, автобус. Вот уже более ста лет он исправно перевозит пассажиров по городам и весям. А ведь когда-то бытовало мнение, что автобусы как транспортное средство никогда не приживутся. Однако этим пессимистичным прогнозам не суждено было сбыться. Автобусы получили столь широкое распространение, что сегодня без них мы уже не представляем свою жизнь. Да и альтернативы им нет. А попытки были. Монорельсовый транспорт, трамваи, троллейбусы. Все это по сравнению с автобусом слишком затратно и не всегда эффективно. Поэтому автобус на сегодня остается самостоятельным видом транспорта. Здравствуйте! Вы смотрите «Процесс», программу, которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой «Made in Kazakhstan». Под прицелом объективов наших видеокамер сегодня процесс сборки автобусов «Хюндай», имеющих казахстанское происхождение, но корейские корни. Процесс сборки автомобилей мы уже показывали не раз. Однако сборка автобусов южнокорейского бренда «Хюндай» заслуживает особого внимания. И вы поймете почему. Начинается сборочный процесс со склада комплектующих. Здесь находится около 120 тысяч деталей. От мелких шурупов до самого крупного машинокомплекта – шасси автомобиля. И чтобы не запутаться в этой огромной массе, каждую деталь размещают строго на своем месте. При сортировке учитываются использование деталей по блокам и местоположение их в автобусе. Кстати, к числу комплектующих относится и кузов автобуса. Его доставляют в Казахстан прямиком из Южной Кореи. Правда, на этом складе ему места не нашлось, поэтому кузов хранится на другом участке. После того, как все необходимые документы подготовлены, начинается процесс сборки. И первыми на шасси устанавливают передний и задний мост. Далее крепятся колеса. Это позволяет перекатывать шасси с поста на пост уже своим ходом. Следующий этап сборки автобуса – установка навесного оборудования. К нему относится топливная система, а также площадка для аккумулятора. Параллельно на шасси монтируется двигатель и система трансмиссии. Обратите внимание, двигатели на автомобиле устанавливают в собранном виде. Далее двигатель оснащает систему охлаждения, устанавливают ходовую систему и соединяют ее с рулевым управлением. Завершающий этап этого процесса – монтаж систем кондиционирования и очистки воздуха. Шасси собрали и укомплектовали. Теперь собранную конструкцию перегоняют на следующий пост. Рольная группа проверяет качество проделанной работы, ведь стандарты качества, принятые в Казахстане, те же, что и в стране рождения марки «Финдай» Южной Кореи. Поэтому предубеждение «наше хорошим быть не может» в этом случае не актуально. После того, как шасси осмотрели службой контроля, мы переходим к другому этапу процесса сборки автобусов, а в частности – подготовки кузова. Посмотрите, это кузов автобуса. Но чем же он покрыт? Это катафорезный грунт. Изначально кузов состоит из различных стальных деталей. Чтобы перевести его на дальнее расстояние и при этом не повредить стальную кузов, его покрывают специальным грунтом. Происходит это так. Кузов автобуса подключают к приборам с положительным зарядом тока. Грунтовочная ванна заряжена отрицательным зарядом. При погружении кузова в грунт получается плотное покрытие толщиной в 30 микрон. Кузов на тележке, который оснащен специальным поддоном, перегоняют на следующий пост. Там его готовят к покраске. Чтобы краска как можно лучше схватилась, поверхность грунта матируют специальными составами. Структура грунта плотная, с легким слоем глянца. Поэтому обрабатывается специальным приспособлением. Оно снимает мельчайший слой грунта. В дальнейшем это позволяет краске сильнее прилипать к поверхности. Кроме того, обрабатываются все швы корпуса. Специальным герметиком закрываются открытые участки и отверстия. Такая предварительная обработка помогает избежать попадания воды и в дальнейшем конденсатов. Поскольку при длительной эксплуатации это может привести к коррозии кузова. Процесс продолжается. Корпус отшкурили и устранили возможные дефекты транспортировки. Теперь кузов осматривают маляры. Затем они перегоняют кузов в покрасочную камеру. В покрасочной камере температура всегда на порядок выше. Здесь в данный момент 60 градусов. И это производственная необходимость. А иначе краска не полимеризуется. Хотя о покраске говорить еще рано. Сначала кузов надо обезжирить. Для этого специальным средством протирают каждую деталь. Затем покрывают жидким грунтом. Причем грунтуют не только видимые части, но и внутренние. И только потом приступают к покраске. В покрасочной камере корпус обезжиривают. Далее покрывают его антистатическим материалом. Затем корпус вновь грунтуют, чтобы лучше закрепить краску. При этом грунт наносится в жидком виде. Толщина покрывающих слоев равняется 120 микронам. Из них 30 микрон – это первичный грунт. Грунт, который наносят на заводе – 60 микрон. Слой, который снимают перед окрашиванием, варьируется от 3 до 5 микрон. И толщина слоя самой краски составляет от 30 до 40 микрон. Немаловажным в этом процессе является соблюдение временных и температурных режимов. Например, после нанесения жидкой грунтовки корпус около получаса отдыхает. За это время грунт закрепляется, но не успевает высохнуть. Если нанести краску сразу, то могут возникнуть подтеки. Определенный режим соблюдается и после покраски. 40 минут ей дают схватиться и высохнуть. Покраску делают поэтапно. Сначала окрашивают места соединений кузова, проемы и швы. Затем маляры перебираются на крышу и окрашивают корпус сверху вниз. В конце красятся нижние пороги и детали – двери, крышка багажника и другие комплектующие. Кстати, их снимают перед окрашиванием. После этого корпус перемещают из камеры покраски и осматривают на наличие дефектов. В случае их обнаружения сразу исправляют ситуацию. И только после такого контроля корпус передают на установку шасси. Закрепление кузова на шасси – это процесс сложный и высокоточный. Нужно попасть в специальные скобы, при этом следует удерживать тяжелый корпус. В такой задаче исправляются кран-балка и специалист, который ею управляет. Несколько замеров и корпус соединен с шасси. Остается только зафиксировать болты соединения. Отныне эти два элемента будут неразлучны. А дальше устанавливают и укомплектовывают салон автомобиля. Сначала мастера приступают к монтажу напольного покрытия. Для этого на несущую конструкцию кузова наносят специальный клей. Сверху стелят фанерный пол. Теперь, когда пол салона закрыт фанерой, сверху стелят линолеум и склеивают его строго по шву. В этот момент другой мастер приступает к укомплектованию водительской кабины. Он закрепляет переднюю панель и приборную доску. Затем устанавливают и подключают к электропроводке активные клавиши и переключатели. Далее панель приборов крепят к кузову, собирают и устанавливают рулевую колонну. Соединяют педали сцепления, тормоза, акселераторы. Ставят и регулируют стояночный тормоз. Присоединяют всю электрику автомобиля. Теперь наступает очередь для процесса монтажа рулевой колонки и всех комплектующих. Параллельно с отчашкой линолеума и сборкой водительской кабины устанавливают стекла. Лобовое и заднее самые большие, поэтому и крепятся дольше. А вот боковые салонные стекла для мастеров – пятиминутное дело. Сначала по контуру стекла наносится полиуретановый клей. Затем клеится бутиловая лента. Вот она. В нее и одевают стекло. Ну а дальше крепеж окна на специальные скобы. Процесс сборки продолжается. Устанавливают усилитель тормозов, декоративные панели и другие комплектующие. Одновременно специалисты наклеивают шумо- и теплоизоляционные материалы. А на все внутренние полости кузова – специальные поролоновые вставки. Проводят всю необходимую электропроводку. Натягивают боковые и потолочные панели. Устанавливают динамики и приборы освещения. Фиксируют болтами поручни. Производят монтаж дверей. Наконец наступает завершающий этап сборочного процесса. Устанавливают фары, регулируют системы осветительную и тормозную. Все. Автобус готов к эксплуатации. Амнибусы. Именно так называли это чудо техники 130 лет назад в Англии, родине автобусов. Тогда автобус значительно уступал по скорости легковым автомобилям. Да и по уровню комфорта тоже. Первые автобусы в царской России были вообще без крыши. Собственно, тогда об удобствах и не мечтали. Само появление транспорта, в котором могли поместиться аж 9 человек, уже было сенсацией. А удобства появились позже, когда конструкторы могли думать о создании комфортных условий для водителя и пассажира. Удобные кресла, шумоизоляция, освещение, кондиционеры, подача теплого воздуха. Вот что сегодня нужно для полного пассажирского счастья. Вы смотрели процесс, программа которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Made in Kazakhstan. И меняет ваш взгляд на вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Меня зовут Дмитрий Головир. Я Даниэр Бутрубаев. Увидимся на следующем процессе. Субтитры создавал DimaTorzok